всем привет дорогие друзья и сегодняшнее наше занятие будет посвящено первому второму и третьему номеру ким длительность примерно полтора часа меня зовут никита сахаров и мы потихоньку начинаем так ну во первых кто я такой вообще меня зовут никита сахаров я сам сдавал егэ в 2018 и в 2021 году сначала на 96 дал потом на 99 пересдал работаю в онлайн-школе уже четыре года идет пятый призер вузовских олимпиад по физике выпустил 1000 плюс учеников и являюсь экспертом егэ поэтому можно доверять тому что я сегодня буду рассказывать окей какой у нас вообще план занятий или программа занятия для начала мы будем естественно практиковать первый номер ким потом 2 и 3 давайте я расскажу немножко о каждом сейчас за что он отвечает первый номер ким он отвечает у нас за кинематику кинематика второй номер ким у нас отвечает за динамику так кинематиками немножко терлась и третий номер ким у нас отвечает сразу за три темы это статика это стать к законы сохранения и соответственно механические колебания механические колебания из всех этих тем у нас состоит раздел механики вот то есть за сегодня можно сказать мы разберем очень огромное количество формул которые входят в раздел механики можно сказать что практически все ну что же давайте не будем долго задерживаться на этом слайде и перейдем уже к первой задачке стандартная задачка где нас просят определить как я вижу ускорение давайте прочитаем условия по графику зависимости скорости от времени определите максимальный модуль ускорения тела в котором она двигалась течение данного промежутка времени так окей для начала нужно определить насколько здесь вообще участок есть с различным ускорением если мы видим ось а соответственно скорости от соответственно оси времени на то есть график скорости от времени то в таком случае у нас если ускорение постоянно то график будет линейным то есть здесь все эти графики линейные участки соответственно на этом участке у нас равное ускорение на этом участке у нас равное ускорение да то есть здесь оно положительное здесь оно отрицательное здесь оно положительное но нам нужно понять какое из них будет максимально по модулю как вообще находить что вообще такое, что вообще из себя представляет ускорение, давайте поговорим. Ускорение это не что иное, как изменение скорости делить на изменение времени. Да, и тут изменение скорости нужно брать по модулю, чтобы найти, соответственно, ускорение тоже по модулю. Так, окей, и что у нас получается? Если у нас график получается очень быстро меняется, да, то есть очень быстро меняется скорость, то выглядит он вот таким вот образом, надеюсь, вы согласны, то практически прямая, которая стремится вверх. В таком случае у нас будет самое большое ускорение, то есть мы очень сильно поменяли скорость, у нас очень большое изменение скорости за очень малый промежуток времени, поэтому у нас вот такой вот график, который я здесь нарисовал, он, можно сказать, ну, с очень большим ускорением. И наоборот, да, то есть если у нас график здесь начинался и вот сюда идет, то этот график тоже обладает очень большим, но отрицательным ускорением, да, если по модулю убрать, то у нас все равно будет положительное число, и здесь ускорение тоже будет достаточно велико. Что я хочу вообще о чем сказать? Смотрите, я разобрал сейчас два графика, здесь у нас отрицательное, так сказать, ускорение, вот здесь у нас будет положительное ускорение. Нулевое же где будет? Нулевое будет, если у нас скорость вообще не будет меняться, то есть будет горизонтальный участок. Скорость не меняется, в конечной точке 20, начальной точки 20, соответственно, У нас нет изменения скорости, значит, ускорение равняется нулю. И к чему я это все говорю? Сейчас нам нужно найти самый крутой участок на этом графике. То есть здесь вот этот участок. Можно даже представить, что вы как будто бы на него садитесь, и откуда вам страшнее съезжать. Понятное дело, что это достаточно крутой участок, на котором действительно страшно съезжать. Вот этот участок. Здесь вроде как менее страшно, но тем не менее все равно достаточно крутой. И если рассматривать этот участок, то можно вот сюда сесть, и понятное дело, что эта горочка не очень. Понятное дело, что вот этот участок является самым таким крутым, и здесь, значит, самое большое ускорение. Ну давайте это проверим, чтобы пользоваться этим лайфхаком, нужно увидеть, что он работает. У нас здесь скорость, соответственно, 20, конечная скорость 20, начальная скорость у нас 5. Вот мы нашли изменение скорости. Она поменялась здесь на 15, получается. А за какое время? Время вот оно. То есть вот так вот у нас определяется. Здесь у нас 3 секунды. Ну изменение времени у нас 3. Получается здесь 5 метров на секунду в квадрате. Так, окей. Ну давайте исследуем теперь этот участок. Я же сказал, что здесь вроде как ускорение должно быть меньше. Он потому что менее крутой. Здесь опять же мы будем брать по модулю, да. То есть у нас конечная скорость здесь получается в промежутке от 10 до 15, то есть 12,5, конечная скорость. Минус начальная скорость 20. И время у нас прошло, так, сколько? Опять 3 секунды. Опять делим на 3. Здесь получается, здесь минус 7,5 на самом деле, но модуль съедает этот минус, получается просто 7,5 поделить на 3. Равняется 2,5. Ну видите, да? Это значение меньше. Ну и, соответственно, здесь очень маленькое значение будет. Давайте быстренько это решим. Здесь в промежутке у нас 11, от 6 до 11 у нас получается здесь время прошло 5 секунд. Скорость изменилась у нас на вообще 2,5, да. То есть было 12,5, стало 5. Бой, стало 15. Получается 2,5 мы делим на 5. Получается вообще очень маленькое ускорение 0,5 метра на секунду в квадрате. Ну по сравнению с теми, которые у нас были. Соответственно, да, мы выбираем вот этот вариант ответа, в ответе пишем 5. Окей, идемте на следующую задачку. Вдоль оси у х движется тело 1 и 2. Изменение их координат показано на графике. Определите модуль движения первого тела относительно второго. Ответ дайте в метрах в секунду. Так, окей, первое тело относительно второго. Опять же, нам нужно дать модуль. То есть мы сейчас очень сильно париться не будем, что из чего вычитать. Мы просто из большего будем вычитать меньше. Но как находить вообще скорость по графику x от t? Здесь такой же лайфхак. Смотрите, у нас идет x, потом скорость, потом ускорение. Если нам дан график координаты, то каким образом у нас здесь будет выглядеть вообще скорость? Если участок у нас линейный, то скорость на этом участке будет постоянная. Как вот на этом, да, то есть у нас график скорости. И если у нас участок линейный, то следующее после скорости у нас ускорение, значит там ускорение постоянное в этом участке. То есть на участке 1 и на участке 2 у нас скорость постоянная величина. И давайте как раз сейчас это рассмотрим. Как ее вообще находить? Опять же, на этом графике нам нужно отметить две любые точки, какие мы хотим. Допустим, я определяю сейчас для этого графика. Я беру точки, которые лежат в узлах. Хочу взять вот эту точку и хочу взять вот эту точку. У нас координата, давайте напишем, что v1 мы ищем. У нас получается из x конечного нужно вычесть x начальное, поделить на t конечное минус t начальное. По-другому это записывается как? Как я в прошлой задачке писал, delta x поделить на delta t. Соответственно, здесь у нас получается, сколько? Конечная скорость, я пускаю вот эту вот, беру. Соответственно, вот здесь между 12 и 16 находится 14. Да, то есть 14 минус, здесь 12. И теперь давайте обозначим, что у нас тут со временем. Между 5 и 10 ровно посерединке находится вроде как 7,5. Так, 7,5, но это нужно конечное, да, минус 7,5 получается. Так, а здесь у нас получается 15. Здесь у нас получается 15. Так, хорошо, сколько у нас выходит? Получается 2 поделить на 7,5. Ну, пока оставлю так, да, то есть потом к этому вернусь. У нас скорость, ой, у нас координата поменялась на 2 метра за 7,5 секунд. Ну что ж, окей, окей. Теперь, так, 5 секунд, а на 7,5. А, ну да, 2, все правильно, да. Окей, давайте перейдем ко второму графику. У нас здесь, соответственно, я хочу взять, допустим, вот эту вот точку. Хотя нет, давайте вот эту вот точку возьмем. Здесь она тоже находится в узле, то есть в пересечении. И, соответственно, вот буду рассматривать ту же самую точку, которая у меня была. Скорость V2 у нас будет рассчитываться, значит, 14, которая была, да, то есть координата у нас 14, так и остается у этой точки. Здесь получается тут 15, минус, минус. И вот эта вот, соответственно, точка у нас соответствует 8. И минус, сколько времени у нас прошло? Прошло ровно столько же, 7,5. Почему я взял именно те же значения, то есть вот эту вот точку их общую взял, почему я именно ее в узле рассматриваю? Как раз, чтобы не искать дополнительные значения и чтобы очень хорошо у нас получилось потом знаменатель, да, посчитать. То есть к общему знаменателю нужно было бы все сводить, если мы хотели бы найти разность. А здесь не придется. Получается 6 поделить на 7,5. И видите, да, у них общий знаменатель, значит, я могу сейчас из большего вычесть меньше. 6 поделить на 7,5 минус 2 поделить на 7,5. Получается сколько? 4 на 7,5. И давайте как раз сейчас рассчитаем это. Давайте как раз сейчас рассчитаем это. 4 поделить на 7,5. Вот, получается вот такое вот число. 0,5, 3 и там тройки потом идут, 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 идут. Нам сказали округлить до сотых. Вот, значит, я округлил уже до сотых. И это у меня будет V относительное. V относительное. То есть я нашел V относительное по модулю. Метры на секунду. Окей, значит, мы можем двигаться сейчас дальше. Следующая задачка. Мячик начал движение вдоль прямой с постоянным ускорением. И начальной скоростью 6 метров в секунду. Так что через 8 секунд он вернулся в точку, с которой начал движение. То есть что можно вообще сказать? Мячик двигался по прямой в эту сторону. У нас была направлена скорость. Почему он вернулся в ту же самую точку? Это значит, что его ускорение было направлено в обратную сторону. Это значит, что он двигался туда, но ускорение его тормозило, тормозило, тормозило. В итоге он остановился в каком-то вот этом промежуточном значении. Потому что все, затормозил полностью. И потом начал набирать скорость уже в обратную сторону. Вот как все это у нас и было. И нас определить модуль ускорения мячика просят. Если он через 8 секунд вернулся в ту же самую точку. Ну давайте вот эту вот точку, которая у нас здесь есть, обозначим за наш 0 на оси х. Почему бы и нет? Вот это пускай будет наш 0. В таком случае давайте просто запишем уравнение движения для нашего случая. У нас х от t. Начальной координаты у нас нет, поэтому я здесь ничего не пишу. Начальная скорость у нас v по оси х. Умножаю на t. И смотрите, ускорение здесь я сразу проецирую со знаком минус. Минус at в квадрате поделить на 2. Почему со знаком минус? Потому что у нас скорость, ой, ускорение направлено против оси х. Соответственно я ставлю вот этот вот знак минус. Так, а скорость у нас совпадает с осью х, поэтому я здесь пишу знак плюс. Да, это уравнение движения, кто не знает. Единственное, что вот здесь еще иногда получается есть х0, а все остальное мы проецируем. Можно сразу проецировать, можно писать v0x, а потом только проецировать. Но так быстрее. Окей, мы знаем, что через 8 секунд его координата опять стала условно какой? Нулевой. Потому что он вернулся опять же в 0. То есть он вот так покатался, он был здесь, 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 здесь. Здесь он остановился, пошел в обратную сторону, ну и, соответственно, опять остановился вот в этой точке. То есть вот такое вот движение у нас было у шарика. Соответственно мы просто пишем 0, равняется vt. Ну, давайте уж подставлять значения. Скорость у нас 6 умножить на время 8 минус. Ну, кстати, я хотел бы полностью решить это уравнение. Давайте все-таки, значит, запишем. У нас получается 0 равняется vt минус at в квадрате поделить на 2. И что у нас получается? Что t выносим, v минус at поделить на 2. И смотрите, что интересно. У нас когда это будет равняться 0? Когда либо это равняется 0, то есть в начальный момент времени, потому что мы изначально в 0 стояли. Либо когда вот эта вот часть равняется 0. Понятное дело, что нам нужно именно эту приравнивать к 0. По какой причине? Потому что у нас в начальный момент времени неинтересна модуль, да, скорость. Нам интересен конечный момент времени. Но, тем не менее, он будет, сейчас увидите какой. Окей, смотрите, у нас получается, значит, если подставить вот сюда, выходит 6 умножить на 8 минус а умножить на 64, да, 8 в квадрате, и делим на 2. Получается 6 на 8, 48, минус 32а равняется 0. Окей, и смотрите, что дальше. У нас получается здесь а равняется 48 поделить на 32. Еще раз объясню, почему у меня здесь а получилось положительно, потому что изначально я учел знак этого а. Вот. Я изначально учел знак этого а, когда спроецировал знак минус, да, то есть я брал значение а. Окей, у меня здесь получается полтора, я вижу полтора метра на секунду в квадрате. Можно было решить без возведения в квадрат, используя вот эту вот вещь. У нас здесь получилось бы 6 минус ускорение, которое нам неизвестно, умноженное на 8, и поделить на 2. Это должно было равняться 0. В таком случае у нас получается а равняется 12 поделить на 8. Те же самые полтора у нас бы получились, только меньше нужно было бы математических действий использовать, да, при подстановке. Окей, эту задачку мы тоже решили, погнали дальше. Теперь у нас кинематика вращательного движения. Два тела равномерно движутся по треку, изображенному на рисунке, с одинаковыми линейными скоростями. Определите отношение центростремительных ускорений тел А1 и А2. Как у нас вообще определяется центростремительное ускорение? У нас есть такая замечательная формула V в квадрате поделить на R. И смотрите, у нас здесь есть R малое и 2R малых, да, это второй радиус. Если у нас V в квадрате и там, и там одинаковые, то нам очень выгодно использовать именно эту формулу, потому что V в квадрате у нас значит сократиться при отношении. А центростремительное 1 поделить на А центростремительное 2. Давайте запишем, как это будет выглядеть. В, ну, А центростремительное 1, это значит V в квадрате, поделить на R, давайте, допустим, R1 я сейчас обозначу, умножить. Поскольку у нас здесь А центростремительное 2 находится в знаменателе, то дробь я тоже переворачиваю. У меня получается, значит, здесь V в квадрате, а здесь у меня получается R2. Сокращаю, сокращаю. В итоге у меня здесь возникает отношение R2 к R1. В таком случае что я делаю? Я просто подставляю R2, это 2R, и подставляю R1, это просто R. R у меня сокращаются, и наше отношение получается просто 2. Вот таким вот образом мы решили эту задачку. Да, то есть нам нужно знать было только одну формулу, формулу центростремительного ускорения. Если что, тут еще есть одна формула, через угловую скорость омега в квадрате умножить на R. То есть это тоже формула, с помощью которой можно рассчитать центростремительное ускорение. Но поскольку нам изначально сказали, что линейные скорости у них равны, мы используем эту формулу. Окей, идемте дальше. А, да, хотел бы рассказать, если у вас есть некоторая проблема с формулами, то вы можете вступить в мой телеграм-канал и скачать файл со всеми формулами, которые вам пригодятся, как по математике, так и по физике, для успешной сдачи ЕГЭ по физике. Так что вступайте, файлик там уже вас ждет, он будет в закрепе. Ну, а мы продолжаем. Мы продолжаем и переходим уже непосредственно к динамике. Как мы видим, здесь мы будем работать с силами. И давайте прочитаем условия. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится маленькая круглая бусинка. В некоторый момент времени на нее одновременно начинают действовать постоянные горизонтально направленные силы F1, F2 и F3, так как показано на чертеже. Определите, чему равна суммарная сила, то есть результирующая сила. Ответ округлите до десятых. Опять, видимо, какой-то нецелый ответ будет, но ничего страшного. Так, ну, смотрите, здесь можно решать разными способами. Можно, соответственно, эти вектора вкладывать правилом параллелограмма. Можно потом, соответственно, сложить вот эти вот два вектора правилом параллелограмма, а потом что сделать? Потом сложить уже с этим правилом параллелограмма получившийся вектор. Можно увидеть следующее. Можно вот этот вот вектор разложить на два. На вот такой вот и на вот такой вот. То есть f2 теперь у нас нет. Я его разбил на две составляющие. f2y и f2x. И замечу, что f2x и f1, они имеют одинаковое значение по модулю, но разные по направлению. То есть вектора направлены в разные стороны. Это значит, что они друг друга взаимоуничтожат. В итоге у нас получается, что нужно лишь сложить вектор f2y с вектором f3. Это сделать очень просто. Этот вектор я могу вот таким вот образом параллельно перенести вот сюда. И что у меня выйдет? Результирующий вектор у меня будет вот такой вот. Вот такой вот результирующий вектор. То есть две клетки вверх и получается четыре клетки вбок. То есть вот такой вот вектор. И, соответственно, вот здесь у нас это будет гипотенузой. И чтобы найти вот эту вот суммарную силу, модуль этой суммарной силы, нам нужно воспользоваться теоремой Пифагора. Значит, вот этот f рез, да, его модуль будет искаться следующим образом. Будет искаться как 4 в квадрате плюс 2 в квадрате. Потому что это у нас 4, это у нас 2 клетки. А одна клетка, видите, да, это 1 ньютон. В итоге у нас получается 16 плюс 4, 20. Корень из 20, получается 2 корней из 5. Корень из 5 не помню, да. Но давайте калькулятором пользоваться на ЕГЭ можно. На ЕГЭ по физике можно, да. И, соответственно, у нас здесь получается 4,47. 4,47 у нас здесь получается. Если это округлять до десятых, то примерно будет 4,5. Ну да, я еще и здесь округлил, на самом деле, до сотых. Но нас просят до десятых округлить. 4,5 ньютона. Окей. Вот такой вот ответ у нас в этой задачке. Мы уже решили 5 задачек. У нас их сегодня вот здесь 17. И погнали дальше. Масса небольшого искусственного спутника 83,6 килограмма. Определите модуль силы тяжести, действующей на него на высоте h от поверхности Земли, если она равна радиусу Земли r. Окей. Если что, здесь ускорение свободного падения нужно брать 10 метров на секунду в квадрате. Но не все так просто. Смотрите. У нас есть Земля. И если бы этот спутник находился бы на Земле, да, то есть, прям на поверхности бы стоял, то в таком случае на него бы действовала сила mg. И она бы равнялась 83,6 умножить на 10, да, получилось бы 836 ньютона. Вот, с какой бы силой он, соответственно, притягивался. Но в нашем случае у нас здесь расстояние r и еще расстояние r. То есть, мы достаточно далеко находимся. И вот здесь у нас находится спутник. Как быть в такой ситуации? Нужно вспомнить силу всемирного тяготения. f тяжести будет равняться гравитационное постоянное g умножить на массу спутника, умножить на массу планеты, поделить на расстояние в квадрате. Расстояние в квадрате, соответственно, от центра планеты до нашего, соответственно, спутника. И что мы можем заметить в нашем случае? Я всегда люблю решать такие задачки именно таким способом. Можно заметить, что r у нас увеличилось в два раза. У нас было просто r, а стало 2r. Соответственно, вот эта вот дробь во сколько раз уменьшилась? Почему она вообще должна уменьшиться? Давайте поговорим об этом. Во-первых, у нас здесь увеличивается знаменатель. Вот, допустим, у нас есть дробь 1 поделить на 1. И если мы ее, соответственно, знаменатель увеличим в два раза, то наша дробь уменьшится в два раза. Здесь изначально была единичка, а здесь уже 0,5. Да, видите. Если мы эту единичку в знаменателе будем увеличивать в 4 раза, то сама дробь уменьшится в 4 раза. Видите, стало 1,4. Вот таким вот образом у нас работает, соответственно, мое небольшое такое правило, лайфхак, можно сказать. Если у нас здесь увеличение происходит в два раза, и это находится в квадрате. Давайте тоже поэкспериментируем. Была единичка, мы ее возводили всегда в квадрат, да, здесь какое-то число всегда было. И теперь у нас эта единичка умножается условно на двойку и возводится в квадрат. То в таком случае, здесь равенство нельзя писать, получается 1,4. То есть у нас вот это увеличение нужно возводить в квадрат. Так, вот такое вот небольшое правило мы здесь, я вам показал. То есть здесь у нас знаменатель увеличился в 4 раза. Значит, сама дробь, как мы уже сказали, уменьшилась в 4 раза. Вот, сама дробь уменьшилась в 4 раза. Изначально-то чему она равнялась? 836 ньютонам. И уменьшилась в 4 раза. Значит, 836 мы должны просто поделить на 4. И сколько у нас будет? 209 ньютонов, насколько я понимаю. Вот. Как можно было более стандартно решать эту задачку? Можно было, соответственно, написать сила тяжести 1, G, M, M большое поделить на R в квадрате. И сила тяжести 2, ну, сила всемирного тяготения 2, да, G, M, M поделить на 2R. Это все в квадрате. Найти их отношения. Изначально мы знаем, что F, T1 можно рассчитать, в принципе, по формуле масса умножить на ускорение свободного падения. Потому что у поверхности земли эта формула всегда работает. Ну и, соответственно, у вас будет здесь известно отношение, да. Оно будет, соответственно, если F, T1 вы будете делить на F, T2. В таком случае у вас будет выходить 4, да. И вам нужно отсюда было бы выразить только F, T2. Тоже такой способ решения можете использовать, но мне кажется, что этот быстрее для первой части. Следующая задачка у нас на силу трения, насколько я вижу. И давайте прочитаем условия. Ученый проводил эксперимент на шероховатой поверхности, чтобы найти коэффициент трения скольжения деревянного бруска о плоскость. В ходе эксперимента у него вышла зависимость силы трения скольжения от нормальной силы реакции опоры. Чему равен коэффициент трения дерева о поверхности? Ну, для начала нужно вспомнить закон Амантона Кулона. Что он вообще, как он выглядит? Сила трения у нас скольжение, да. Чему равняется? Она равняется коэффициенту трения умножить на силу реакции опоры как раз. Так, и что у нас получается? Значит, коэффициент трения это сила трения поделить на силу реакции опоры. Да, не путаем буквы. Здесь N, а здесь N. Окей, получается. Берем, на самом деле, любую точку. Желательно брать точку, которая попадает в узел, либо эту, либо эту. И смотрим, чему у нас будет равняться здесь. Соответственно, сила у нас 1. 1 делим на 8, получаем 0,125. И это у нас будет как раз ответ. Если что, единиц измерения у силы трения у нас никаких нет. И, соответственно, поскольку у нас здесь не говорят, на чего округлять, мы так и пишем в ответ. Идемте дальше. О, 8 задачка. С пружинами. Значит, закон Гука здесь будет. Ящик массой 2 килограмма находится в покое на гладкой горизонтальной поверхности к ящику. С двух сторон прикреплена пружина, как показано на рисунке. Жесткость пружины 250 ньютонов на метр. А второй, удлинение которой x2 равняется 2,5 см, составляет 400 ньютонов на метр. Чему будет равно удлинение первой пружинки? Смотрите, достаточно интересная задачка. Для нее нам пригодится не только закон Гука, который выглядит следующим образом. Закон Гука, давайте все-таки запишем. Закон Гука, что он вообще гласит? То, что у нас есть сила упругости, которая равняется k умножить на x. Иногда вы можете встретить здесь знак минус. Что этот знак минус вообще говорит? Когда мы удлиняем в одну сторону, то сила будет действовать противоположно, чтобы вернуть в исходное положение у нас тело. То есть ничего страшного в этом минусе нет. Я пишу в таком виде. Почему? Потому что я изначально знаю, куда будет направлена сила. Если мы пружину оттягиваем вправо, понятное дело, сила будет направлена влево. Так, в нашей же ситуации на нашу вот эту вот штучку будут действовать по горизонтали две силы. И мы знаем, что у нас ящик, он не двигается. А что это можно сказать? Если ящик у нас не двигается, это значит, что сила и слева, и справа одинаковая. Вот, что можно сказать. То есть, допустим, здесь fu1, здесь fu2. И они должны быть одинаковыми. Просто если бы они были разные, то ящик бы двигался там, где сила была бы больше по горизонтали. Согласитесь? Да, то есть, если одна сила тянет сильнее, чем другая, то, значит, тело едет в ту сторону, куда и тянет, это большая сила. Поэтому здесь сила fu1 и сила fu2 должны быть одинаковыми. Сила fu1 ищется как k умножить на удлинение x1. А сила fu2 ищется как k2 умножить на x2. Так, окей, что нас просят найти? Чему равно удлинение первой пружины? Удлинение первой пружины, вот она, x1. Значит, x1 у нас будет равняться k2 умножить на x2 поделить на k1. k2 у нас чему равняется? 4 сотни. k1 у нас 250, как я вижу. Вот, вижу, да. И умножаю это все, на что я здесь умножу сейчас, на x2,5 сантиметра. Смотрите, в чем прикол здесь? Здесь можно не переводить в c, если мы хотим, чтобы x1 у нас получился в сантиметр. Именно так и просят нам дать в ответе. Поэтому можно, соответственно, написать 2,5 сантиметра. Поскольку это первая часть, нам вообще ничего за это не сделать, если мы не перевели в систему c. В таком случае у нас здесь единицы измерения сократятся, останется 2,5 сантиметра. А нам в сантиметрах ответ и нужен, чтобы потом не париться с этим. Того здесь нолик в нолик сокращаем. 40 поделить на 25 можно и то, и то поделить на 5. 8 поделить на 5 умножаем и то, и то на 2. Получаем 1,6 умножить на 2,5. Хочу все-таки добить. Здесь получится 2,5 плюс 1,5 получается 4. Как это вообще можно устно было посчитать, давайте расскажу, если вдруг кому-то будет интересно. 1,6 можно разложить как 1 плюс 0,6 и потом отдельно умножить на 2,5 и сумму, соответственно, плюсовать. Можно по-другому сделать. Можно 1,6 разложить как 2 минус 0,4 и потом вот это все в скобочках умножить на 2,5. Тогда получается 2 умножается на 2,5, получается 5. А минус 0,4 умножается на 2,5, мы получаем 1. И 5 минус 1 получается 4. Ну, то есть счет без калькулятора тоже интересно использовать. Так, ладно, идемте дальше. Находясь на поверхности земли, робот-уборщик класса Вали притягивается к ней силой равной 300 ньютонов. Находясь на поверхности земли, то есть вот здесь вот. Затем он был транспортирован ракетой на Марс, радиус которой в 2 раза меньше. Так, радиус которого в 2 раза меньше радиуса земли. Окей, здесь давайте подпишем R земли. Здесь у нас будет R Марса. Окей, радиус в 2 раза меньше радиуса земли. Учтя, что масса Марса в 10 раз меньше массы земли, а здесь одна, давайте, десятая масса земли. Определите силу, с которой Вали будет притягиваться к Марсу. Давайте R Марса сразу запишем, что это 1,2 радиуса земли. И теперь смотрите, как удобно на самом деле работать с этими задачами. Вам сразу что-то дают в 10 раз меньше массы земли. Вы не пишите, что здесь масса Марса. Вы напишите, это одна десятая масса земли. Почему? Потому что мы на земле знаем силу, как найти. Сила тяжести, да, тут будет равняться G масса нашего Вали на массу земли поделить на радиус в квадрате земли. А здесь каким образом мы теперь будем искать? Да мы будем подставлять все те же значения, только, ну, давайте здесь 1, чтобы индекс был разный, будет равняться G масса, соответственно, Вали, она не меняется, 1 поделить на 10 массы земли. Это, если что, масса Марса, да, таким образом я записал. И здесь я делю на R земли, умноженное на 1,2, соответственно, в квадрате. И вы спросите, вроде как так даже противнее стало. Вроде как это ничуть не легче, если мы здесь масса Марса. Подождите, смотрите, что у нас выходит. Здесь сразу будет получаться ответ. У нас получится, если вот эти вот все числа подставить, то у нас получается 1,10. Я выношу, здесь у нас 1,4 будет в квадрате, ну, потому что в квадрате, да, 1,2 мы возвели. В итоге 1,4 в знаменателе превращается просто в четверку, да, то есть если у нас 1 поделить на 1 на 1,4, это у нас получается результат 4. Почему? Ну, представьте, что это 0,25, да, это же 0,25, а 1 поделить на 0,25, это 4. Да, логично? Логично. А здесь у нас остается gm масса Земли поделить на радиус Земли в квадрате. А это чему равняется? Вот эта вот вещь чему равняется? Эта вещь нам равняется 300 ньютонам. И, соответственно, мы уже знаем, что эта дробь 300 ньютонов. А что с ней остается-то только сделать? Подставить, 4 поделить на 10 умножить на 3 сотни ньютонов. И выходит здесь сколько? Здесь выходит 120 ньютонов. Вот и все, вся задачка. Так, окей, мы с этой задачкой тоже разобрались, как ее делать. Я думаю, что теперь силы всемирного заготения у вас меньше проблем. Идемте дальше. Задачка на импульс. Мы уже потихоньку переходим к третьему номеру. Все, мы теперь уже четко на третьем номере. И погнали. Погнали опять же. Как и изучать, так и решать, соответственно, физику. Ну, на неподвижную стенку с двух сторон налетает резиновый шар. Массой М1 100 грамм и пластилиновой массой М2 равной 150 грамм. Шарики с одинаковой скоростью 4 метра в секунду, соответственно, и слева, и справа на эту стенку двигаются. Удар резинового шарика и стенки считать мы можем абсолютно упругим. А удар пластилинового шарика и стенки абсолютно не упругим. Определите модуль суммарного импульса, переданного шариками стенки. Очень интересная задачка. Здесь раскрывается понятие абсолютно упругого и абсолютно не упругого удара. В чем разница? Абсолютно упругим удар. Представляете сразу себе что-то упругое. Например, вот есть такая вещь, упрыгунчик. Вы его кидаете в стенку. Он, когда летит к стенке, и момент до врезания и после врезания, у него одинаковая скорость. Просто направлено в разные стороны. То есть, когда мы его кидаем в стенку, и вот он подлетает к стенке, имея скорость V1, он после врезания и взаимодействия с этой стенкой будет отлетать со скоростью V1, но направлено уже в другую сторону. То есть, его скорость изменится не по модулю, а только по направлению, в обратную сторону. А что будет, если мы кинем, не знаю, какую-нибудь кашу, абсолютно неупругий удар будет. Если пластилин какой-то кидать, он просто возьмет, и у него есть какая-то скорость до удара о стенку. А когда он ударится о стенку, он просто прилипнет к этой стенке и никуда не отлетит. Вот. Теперь нам нужно найти как раз изменение импульса. Каким образом вообще будет искаться изменение импульса? Изменение импульса ищется очень просто. Мы из конечного импульса будем вычитать начальный импульс. Но есть один нюанс. Импульс это все-таки векторная величина, и поэтому нам нужно будет все-таки проецировать на какую-то ось. Для этого я предлагаю все-таки изначально эту ось, соответственно, ввести. Я ввел ее вправо. Окей. Первый шарик у нас летит вот в эту сторону. После взаимодействия со стенкой он будет лететь в обратную сторону. Имея скорость ту же самую, с которой он летел, в. Окей. А здесь у нас, соответственно, уже пластилиновый шарик. Да. И он просто врежется, и после взаимодействия будет просто прилипшим к этой стенке. Соответственно, найдем изменение импульса здесь. Дельта P1, так сказать. У нас здесь будет конечный импульс не совпадает, соответственно, с осью. У нас получится минус M1V. А начальный импульс у нас совпадает с осью, но мы его должны вычитать. Потому что, напомню, минус начальный импульс. Как там написано, да? Минус начальный импульс. Начальный импульс у нас проецируется положительно, но мы его, к сожалению, вычитаем. В итоге здесь получается минус M1, точнее, можно сразу 2, M1V. Так, что у нас с дельта P2? Он изначально с осью просто не совпадает, но конечный импульс у нас 0. 0 минус начальный импульс. Здесь, на самом деле, нужно поставить, что? Здесь нужно поставить минус M2V. Почему? Потому что у нас он не совпадает. В итоге здесь получается, на самом деле, изменение положительное. M2V. Так, теперь давайте про общее изменение поговорим, а точнее, про его модуль. Но он будет состоять, соответственно, из чего? Из суммы этих двух, P1 и плюс дельта P2. Вот. Давайте, соответственно, это проделаем на эту ось. И здесь что у нас выйдет? Минус 2M1V плюс M2V. И в итоге у нас выходит. Минус 2 умножить на сколько? На 100 грамм. 0,1. Умножить на 4. Плюс 0,150. Это вот таким вот образом записывается. 15 сотых килограмма. И умножается это тоже на 4. В итоге у нас выходит 0,6. А в итоге у нас выходит 0,2 здесь. Да? Здесь потому что 0,8. Здесь 0,6. И в итоге у нас разница получается 0,2. И вот мы ее записываем. Килограмм умножить на метр поделить на секунду. Если что, такой задачки прям вот в таком виде, скорее всего, на ЕГЭ не будет. Я здесь лишь хотел показать, каким образом мы вообще работаем с изменением импульса. То есть не попросят именно вот такой формулировки. Определите модуль суммарного импульса, переданным шариками стенки. Такой формулировки ни разу не встречалось на ЕГЭ. Я просто хотел именно поработать вот с изменением импульса. Так что не бойтесь этой задачки. Если вы понимаете, каким вот образом мы пришли вот к этому, то это уже очень хорошо. Да? Вот здесь может быть показаться вам страшно, но ничего страшного здесь тоже нет. Но такого не будет на экзамене. Окей, идемте дальше. Поверхности Земли вертикально вверх бросили мячик со скоростью 10 метров в секунду. Через сколько секунд кинетическая энергия мячка в первый раз уменьшится в 4 раза? Окей. Через сколько секунд в 4 раза? Угу. Ну, для начала давайте вспомним кинетическую энергию mv² поделить на 2. Каким образом, да, соответственно, рассчитывается эта кинетическая энергия? И поймем, что в этой формуле у нас уменьшается, ну и вообще изменяется только скорость. Соответственно, если она становится больше, допустим, в 2 раза, в результате квадрата у нас кинетическая энергия возрастает в 4 раза. Ну, это, опять же, очень легко проверить, да. У нас скорость была 2 метра в секунду, ее увеличили в 2 раза, стало сколько? 4. А что у нас с квадратом? Было 2, значит, в квадрате 4. Стало 4, значит, 16. 4 из 16 теперь отличаются в 4 раза, да, из квадрата. Да, я этот пример уже приводил, когда вот объяснял, опять же, вот эту вот вещь. Здесь мы примерно тем же самым будем пользоваться. Только здесь чуть легче, потому что v находится в числителе, на одно правило меньше будет. Вот, в итоге при увеличении в 2 раза кинетическая энергия увеличивается в 4 раза. Я хотел здесь именно показать вам, да, каким образом вот работать с этими квадратиками. Но нас спрашивают, когда же кинетическая энергия уменьшится в 4 раза? Ну, и вам становится уже понятным, что, значит, скорость должна уменьшиться в 2 раза, потом при возведении в квадрат дробь уменьшится в 4 раза. То есть здесь условно скрытое 0,5, которая тоже будет возводиться в квадрат и станет 0,25, то есть 1,4. Вот. Уменьшится в 4 раза, когда скорость. Начальная скорость у нас 10 метров. В 2 раза, когда она уменьшится. То есть какой она станет? В оконечном какой станет? Она станет 5 метров в секунду. Тогда наша кинетическая энергия уменьшится в 4 раза. Прикольно. То есть начальная скорость у нас 10 метров в секунду. Окей. Мы знаем начальную и конечную скорость. Но мы еще знаем, на самом деле, ускорение. У нас ускорение направлено вниз. Это ускорение свободного падения. Начальная скорость у нас направлена вверх. Вот. И исходя из этих данных, мы уже можем построить уравнение скорости. То есть уравнение скорости – это скорость от времени. То есть мы можем в любой момент времени узнать, какая у нас скорость. Так вот. Каким образом вообще это уравнение строится? Ну, во-первых, нам нужно начальную скорость знать, которая у нас есть в начальный момент времени. И потом здесь будет писаться, опять же, здесь все в проекциях. На какую-то ось я выберу ось Х. И пускай эту ось Х я выберу направленную вверх. Можно выбрать вниз, можно, вот, соответственно, вверх или вниз. Окей. А Х, и здесь у нас будет, соответственно, Т. Смотрите. ВОХ, та начальная скорость в наш, соответственно, момент, когда тело начинает подниматься, это пускай будет ВН. Это начальная скорость, она здесь проецируется положительно, потому что совпадает с осью. Окей. А какой момент времени мы хотим, какой точнее время мы хотим найти? Момент времени, когда у нас скорость станет 5 метров в секунду. Почему? Потому что в такой момент времени у нас кинетическая энергия уменьшится в 4 раза, она спросит как раз это и узнать. Значит, мы Т не трогаем в этом уравнении. Чему у нас будет равняться ускорение свободного падения? Вот в записи здесь. Оно будет проецироваться со знаком минус. Минус ЖТ. Почему? Потому что Ж у нас направлено вниз, а Х у нас направлено вверх. То есть здесь у нас получается В начальная. А в момент времени, когда у нас будет скорость в 4 раза меньше, у нас скорость будет принимать значение В-конечное. Значит, получается 5 равняется 10 минус что? Ускорение свободного падения это 10, а Т нас просят найти. Отсюда мы понимаем, что Т равняется 5 поделить на 10 или же 0,5 секунды. Вот такая вот у нас задачка получилась. Опять же, если у вас будут какие-то вопросы, то вы всегда их можете задать мне в телеграм-канале. У нас телеграм-канал называется Немного физанутые. Немного физанутые. И если вам нравится это видео, то поставьте, пожалуйста, лайк. Я по этому буду отслеживать, нужно ли продолжать эту рубрику по номерам КИМ. У меня уже вебинар, соответственно, хочу и по 4, 5, 6 сделать. То есть по следующим трем номерам. Там они чуть интереснее. И, соответственно, буду разбирать подобным образом. Если есть какие-то пожелания, то пишите в комментарии. Все комментарии на канале я читаю лично. Мальчик равномерно со скоростью 0,5 метра в секунду тянет санки. Веревка, за которую тянет мальчик, образует угол 45 градусов с горизонталью. Давайте нарисуем эту картинку. Так, вот у нас санки. Мальчик тянет веревку под 45 градусов. Соответственно, сюда силу направлена, силу натяжения нити. Какую силу прикладывает мальчик к веревке, если он развивает мощность 0,5 кВт? Ответ дайте в килоньютонах, округлив до 10. За которую тянет веревка. Так, ну, давайте прикинем, как мы вообще будем решать эту, соответственно, интересную задачку. Если он тянет со скоростью 0,5, да, вот здесь у нас мальчик, он с этой скоростью идет. Это у меня мальчик. Вот. И смотрите, как это вообще можно считать? Как вообще мощность у нас ищется? Давайте вспомним. Мощность – это работа поделить, насколько я помню, на время. А что такое работа? Работа – это сила умножить на перемещение, умножить на косинус альпа. Умножить на косинус альпа. Так, хорошо. На косинус альпа, значит, мы будем умножать. Теперь мы делим это все на время t. Значит, у нас это как раз полезная мощность. Нам же все-таки говорят про полезную мощность. У нас получается здесь, что она ищется вот таким вот образом. f умножить на s умножить на косинус альпа. Единственное, что, да, вот здесь вот это вот f можно посчитать за... Соответственно, стилу натяжения нити t. А косинус у нас... Где он у нас расположен? Ну, здесь. Косинус альпа. Так. Косинус альпа чему равен у нас? Давайте косинус 45 вспомним. Косинус 45 у нас получается корень из 2 поделить на 2. s у нас нету. Времени у нас тоже нету. Беда с одной стороны. Но давайте задумаемся. А что такое s поделить на t? Расстояние, которое проходит мальчик, s, делить на время, за которым он проходит это расстояние. Это на самом деле не что иное, как скорость. То есть f у нас умножается на скорость и, соответственно, здесь еще на косинус альпа. Все-таки есть некоторый угол, да. Иначе бы мы нашли какую-то общую мощность. Там говорится все-таки про полезную мощность немножко начал заикаться. Так, окей. У нас получается здесь сила, которую мы прикладываем, нужно найти. Соответственно, давайте ее выразим. Получается, сила f равняется p поделить на v косинус альпа. Давайте посчитаем. Давайте посчитаем. Получается 0,5 киловатт, это у нас 500. Делим на скорость 0,5. И делим на сколько? На самом деле вот эту величину, которую мы сейчас получили. Очень интересная вещь, что корень из 2 на 2, это не что иное, как 1 поделить на корень из 2. И если мы делим на 1 поделить на корень из 2, это условно можно просто умножить на это. Ну ладно, это уже математика. Я думаю, что кто понял, тот понял. Соответственно, можно умножить на 1 и 4 с небольшой погрешностью. 1 в 41, по-моему. Вот. И получить, соответственно, число примерно вот такое. 1,4 1 пилоньютон. Округлив до десятых, у нас получится 1,4. Ну, кстати, я даже давайте проверю, корень из 2 это действительно 1,41 или нет. Да, 1,41, помню еще. Вот. Соответственно, 1,4 килоньютона здесь будет правильный ответ. Вот мы и решили эту задачку. Так, хорошо. Но мы отправляемся дальше. Кстати, да, хочу напомнить, что абсолютно все формулы есть у меня в телеграм-канале. Помимо этого, там постоянно проходят различные викторины, полезные файлики я туда скидываю. Рассказываю, каково учиться в двух университетах одновременно. Точнее, на двух магистрских программах. И многое-много чего еще интересного про технические специальности и так далее. Так что обязательно подписывайтесь. Если вы сдаете физику, то это очень хороший канал для вас. Так, ну а мы продолжаем. Соответственно, теперь мы будем работать с викторами. Ну, мы уже, в принципе, работали, но теперь эти вектора у нас будут импульсы, и мы их будем складывать. Система состоит из двух тел, импульсы которых изображены на рисунке. Определите модуль импульса всей этой системы. Ну, когда просят такое сделать, это значит, нужно просто сделать следующее. Нужно воспользоваться либо правилом параллелограмма, или правилом треугольника. Вообще не важно, когда вы видите два вектора, их нужно просто сложить. Откладывается, соответственно, правилом параллелограмма следующим образом. Вы берете и параллельно вот эту вот сторону переносите. Переносите параллельно эту сторону. Так, у вас, значит, получается вот такой вот вектор. Вот такой вот вектор. Ну, точнее, не вектор, тут даже нужно говорить. Да, то, что вы просто параллельно эту сторону перенесли. Вот этот вектор вы параллельно перенесли, и начали его вот из этой точки. Я вот так заштрихую, чтобы он такой жижненький казался. Вот, окей. Теперь то же самое проделываем с этой стороной. Мы ее параллельно переносим. Как я это делаю? Я вот вижу вот этот узел, да, эту точку обозначаю. Ну и, соответственно, еще такую же точку здесь обозначаю, а потом соединяю вот здесь. Оп! И я здесь параллельно, соответственно, тоже перенес. Хотите убедиться, что это параллельно? Вот видите? Параллельно. Так, окей. Теперь, значит, у нас получается результирующий вектор, он будет начинаться из этой точки и заканчиваться вот этой точкой. То есть я его тоже жирно нарисую. Вот таким вот образом. Вот. И, соответственно, сюда у нас будет направлен этот векторочек. Но как его найти? Нам сказали, что одна клетка – это один килограмм на метр в секунду. Сколько здесь клеток? Давайте просто посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, значит, наш ответ – восемь килограмм умножить на метр, делить на секунду. Это, кстати, единица измерения импульса, кто не знает. Но ее запомнить, на самом деле, очень просто. Исходя из формулы, p равняется массу умножить на скорость. Масса у нас измеряется в чем? В килограммах. А скорость измеряется в метрах поделить на секунду. Ну, здесь просто совместили, да, и все. Окей. Давайте дальше. Теперь на топчающие сосуды порешаем задачку. У-образный пьензотометр заполнен водой и маслом. Ну да, это У-образная трубка, иногда ее так называют. И вот, оказывается, есть название пьезометр. Заполнен водой и маслом, как показаны рисунки. Параметры указаны на рисунке. Масло 750 килограмм на метр в кубе. H3 у нас 48 сантиметров. H1 – 12. Нужно найти H2. На самом деле, смотрите, здесь принцип очень простой. Вот мы отмечаем вот здесь серединку. И, понятное дело, если у нас жидкости слева и справа, ну, точнее, справа и слева у нас установились, да, то есть они все приняли свое какое-то постоянное значение, то в таком случае, ну, именно я имею в виду то, что они не бултыхаются, там, да, все зафиксировались и стоят просто зафиксированы, то это значит, что вот здесь вот от левого, точнее, от правого и от левого колена создается одинаковое давление. Здесь именно мы будем говорить про давление столба жидкости, потому что слева и справа можно еще дописывать и атмосферное давление, но нам это ни к чему. Соответственно, у нас что получается? Здесь у нас высота H1 какой-то жидкости, да, это левое колено. То есть давление левого колена должно равняться давлению правого колена. Давление левого колена, каким вообще образом ищется давление столба жидкости? У нас есть формула, это ρ жидкости умножить на ускорение свободного падения умножить на высоту. Вот, соответственно, в левом колене у нас две жидкости, но мы ни в коем случае этого не боимся. У нас получается просто есть одна жидкость, это у нас какая-то темная жидкость, заполнена водой и маслом. Водой и маслом. Масло имеет, соответственно, меньшую плотность, соответственно, масло – это вот эта вот вещь, Это у нас масло. Значит, это вода. Плотность воды умножить на ускорение свободного падения умножить, соответственно, на высоту h1. Также здесь есть еще масло. Мы пишем плюс. Плотность масла умножить на ускорение свободного падения. И теперь нужно на высоту столба масла. А высота столба масла это вот эта вот вещь. То есть не вот все вот это вот h3, как хотелось бы написать на самом деле, а именно вот эта вот вещь, где у нас, соответственно, столб масла образуется. То есть из h3 нам нужно вычесть h1, чтобы получить именно вот этот вот промежуток. Здесь получается h3 минус h1. А с правого колена мы здесь пишем равно. У нас будет ρ воды умножить на ускорение свободного падения умножить на h2. Теперь нам нужно найти здесь просто h2, да, и это делается достаточно просто. Мы просто берем все и делим на ρ воды и g. Как я вижу, здесь больше нигде не используется h2 в этой части уравнения. Значит, его выражать, в принципе, ну, точнее, доставать из левой части не нужно. Просто нужно поделить на эту штучку, а это значит, что оно просто уйдет в знаменатель. Я вообще могу сделать вот таким вот образом все, что вот здесь у меня есть. Я просто копирую, да, ну, единственное, что я даже сожму, да, и поделю это все на что? На вот эту вот вещь, да, как это вообще, в принципе, и происходит. ρ v умножить на g. Вот. Теперь я могу почленно поделить. На самом деле, просто пантуясь математикой, я вижу, что я здесь могу почленно поделить. Здесь выйдет достаточно хорошо. Кстати, g везде можно сократить. Это упрощение, чтобы потом на калькуляторе считать. Выходит, значит, в этой скобке у меня получается просто h1, точнее, не скобки, а слагаемые, да, плюс ρ масла поделить на ρ воды, и здесь h3 минус h2 будет. Если я хочу ответ в сантиметрах, я h1 и h3 и h1 оставляю в сантиметрах. h3 минус h1. Отношение ρ масла к ρ воде. Какое будет? ρ масла поделить на ρ воды. У масла плотность 750, у воды плотность 1000. Нужно запомнить, кстати. Но на самом деле на егэ не надо даже этого запоминать, потому что это есть в справочных материалах, которые вам дают на экзамен. То есть здесь получается 0,75. В итоге h1 у нас получается здесь 12, а здесь h3 48 минус 12, получается 36. 36 умножаем на 0,75, то есть делим на 4, умножаем на 3, получаем 27. 27, 12 плюс 27 получается 39, насколько я понимаю, 39 сантиметров. Вот такой вот ответ мы здесь, соответственно, получаем. Так, окей. Ну хотя, да, я, наверное, даже считать, точнее на кульмираторе это пересчитывать не буду, здесь числа достаточно простые. Думаю, что у вас так же получилось. Ну, а теперь давайте порешаем задачки уже на длину волны. Некоторые, ну, ребята, естественно, боятся такие задачи. В них тоже нет ничего супер страшного. Давайте как раз сейчас с этим разберемся. Найдите длину волны в сантиметрах, если скорость звука равняется 240 метров в секунду. А частота при этом 9 килогерц. 9 килогерц это вообще что такое? Это значит у нас 9000 герц. Вот. То есть приставка килогерц. Ответ дайте в целых значениях. В целых значениях сантиметра. Найдите длину сантиметра. Окей. Во-первых, тут нужно знать, как вообще ищется длина волны. Длина волны обозначается вот такой вот буковкой лямбда. Ищется она как скорость умножить, соответственно, на период. И смотрите, вопрос-то в том, что каким образом мы здесь период-то будем узнавать. Это же важно все-таки знать период. У периода есть такое необычайное свойство, что это просто обратная величина частоте. Вот. Просто обратная величина частоте. Это, кстати, можно запомнить, да, то, что период и частота, они связаны таким вот образом, то, что они обратно пропорциональной величины. Допустим, вот есть у вас розетки, там написано 50 Гц. Что это значит? Это значит, что ток там колеблется с частотой, точнее не с частотой, а с периодом 0,02 секунды. То есть очень забавный такой факт, да. То есть кто не знал, запоминайте, это для ЕГЭ пригодится. И теперь давайте подставлять. У вас получается лямбда равняется 240 умножить, теперь вот на эту штучку, да, мы будем умножать вместо t. Мы же не знаем, что там будет, да. На 9000. Давайте я калькулятором быстренько здесь, соответственно, все посчитаю. Получается 240 поделить на 9000. 0,02... Давайте запишу. 0,0266, ну и здесь я уже поставлю 7. Это у нас в чем ответ? Это ответ у нас в метрах. Нам немножко не то нужно, да. Нам нужно округлить сантиметры. В сантиметры у нас, соответственно, разница между метрами в сотню, да. То есть 100 сантиметров это лишь один метр. Значит, вот это вот число в то раз больше это будет в сантиметрах. То есть 2,666, а нет, просто 667. Это у нас в сантиметрах ответ. Но нам нужно это округлить до целых. Значит, просто будет 3 сантиметра. Вот и все. Мы решили эту задачку. Здесь нет ничего сложного. На самом деле вот эта вот формула вам может показаться действительно какой-то ненормальной, только потому что здесь лямбда. Ну, представьте, что это длина. Длина L. И как у нас длина ищется? Это скорость умножить, соответственно, на время. Аналогия та же. Понимаете? Длина волны. Ну, значит, скорость звука. И единственное, что да, здесь будет период. Но период это то же самое время. Вот и все. То есть здесь нет чего-то кардинально сложного. Но тем не менее, да, задачку иногда пугают. Пугаются этой задачки. Но по сути здесь вот это уравнение, да, и вот это уравнение всегда используют. Поехали дальше. Гармонические колебания материальной точки описываются графиком X от T. Определите амплитуду скорости точки. Очень шикарная задачка. Достаточно сложная задачка. Я даже так скажу. Это очень сложная для как раз третьего номера, но вдруг могут дать ее. Опять же, на всякий случай, давайте подумаем, как ее можно решить. Во-первых, заметим, что график здесь колеблется не вокруг нуля. Значит, нас уже хотят немножко обхитрить. На самом деле, в большинстве задач график дают, естественно, колеблющим вокруг нуля. Но это не обязательно, потому что по определению у нас может быть такое. Что могут спокойно сказать? Ну, не могут, точнее, могут сказать, что, допустим, он просто смещен. И как понять, вокруг чего он колеблется? На самом деле, нужно просто сложить две его амплитуды и поделить их на два. В большинстве случаев это будет ноль, но именно здесь это не ноль, это минус единичка. То есть, все вокруг минус единички здесь колеблется. Значит, я даже изначально это не амплитудные значения добрал, а максимально-минимальные на графике. Значит, амплитуда здесь, максимальное отклонение как раз от этого положения равновесия у нас будет сколько сантиметров? Три. Три вверх и получается три вниз. То есть, амплитуда у нас одинакова должна быть. То есть, мы от какого-то положения равновесия поднимаемся на одинаковую величину и опускаемся на одинаковую величину. Здесь вот в этом сложность очень большая. Кто не изучал механические колебания, это вообще дикость, можно сказать. Но здесь еще вот такой частный случай может быть. На ЕГЭ такого еще не было. Я говорю это на всякий случай, если вдруг будет. Но это такой нюансик. Остальное все очень просто. Здесь нужно знать одну такую замечательную формулу, что амплитудное значение, х максимальное, умножить на циклическую частоту омега будет равняться максимальной скорости и как раз амплитудной скорости. Нам нужно, соответственно, сейчас только определить, что? Частоту угловую, точнее циклическую частоту. Как определить циклическую частоту? Можно по формуле 2π поделить на период t. Очень сильно напоминает угловую скорость, но все-таки у них разные свойства. Вот. Здесь не за угол, а именно за колебания отвечает эта формула. Смотрите, у нас что происходит? Мы можем по этому графику понять период. Период можно найти вот по этим двум точкам. И вот это вот расстояние по оси абсцисс, это будет являться периодом между двумя вершинками. Сколько здесь времени проходит? 0,1π, как я вижу вот здесь вот. 0,1π. Соответственно, получается 2π поделить на 0,1π. Пишки у нас сокращаются. Получается здесь 20. Можно подписать радиан в секунду, хотя можно писать сразу просто 1 поделить на секунду. Вот. Так мне больше нравится. В итоге у нас получается, какое у нас отклонение максимальное? Максимальное отклонение у нас 3 см. Ответ нас просят дать, скорее всего, в метрах. Да, если не написано, в чем давать ответ, то это в системе C. И здесь у нас получается 0,03 умножить на 20 получается 0,6 м на секунду. Вот это наш ответ, соответственно, получается. Да, задачка сложная, потому что это механические колебания. Механические колебания даются достаточно сложно в 10 классе и в 11. Особенно в 10, потому что в 10 классе в некоторых школах вообще не проходят механические колебания. Начинаются они только в 11. И вот эту вот формулу знает очень малое количество даже выпускников. Но она есть в кодификаторе, ее нужно знать и, соответственно, использовать ее. Последняя задачка у нас. Чистая статика. Статику вы в этом году проходили. Я сейчас говорю про десятиклассников. И давайте как раз порешаем на нее задачку. Определите массу груза в системе, изображенной на рисунке. Если сила 20 ньютонов, а рычаг у нас неподвижен. Так, смотрим. У нас, во-первых, здесь, к этой системе, вот на этот непосредственный рычаг, действуют две силы. Одна направленная вверх. И здесь тоже сила направленная вверх. Только эта сила у нас вращает, хочет вращать, по крайней мере, данную систему против часовой стрелки. А это сила по часовой стрелке. В результате у нас можно записать здесь равенство моментов. Равенство моментов я буду записывать относительно точки О. Почему? Потому что мне ничего не сказано, какие силы реакции опоры возникают, соответственно, вот в этой точке. Соответственно, если я не знаю, какие силы реакции опоры там возникают, зачем мне дополнительные какие-то моменты вводить в мое уравнение? То есть, какие-то левые величины. Если я здесь ставлю 0, что происходит автоматически с моментами сил, которые здесь у меня, соответственно, возникают? Они зануляются. Почему? Потому что моменты сил, они записываются следующим образом. Это сила умножить на плечо. И плечо каким образом ищется? Оно ищется от точки, на которой я рассматриваю моменты сил, до, соответственно, перпендикулярно силы. То есть, кратчайшее расстояние до силы. И здесь у нас получается, хоть, да, сила есть, сила реакции опоры даже направлена вниз, но плеча нет, оно будет равняться нулю. И поэтому, соответственно, мы не рассматриваем моменты сил на оси вращения, которые, соответственно, так сказать, приложены к оси вращения. Вот. Мы не рассматриваем сил, которые приложены к оси вращения, когда хотим найти моменты этих сил. Так. Соответственно, у нас получается момент по, сумма моментов по часовой стрелке будут равняться сумме моментов против часовой стрелки. Да, это у нас, соответственно, статика. Здесь у нас получается неподвижный блок. Соответственно, сюда у нас Mg направлена. Сюда у нас направлена сила t. Ну и сюда тоже сила t. Ну, исходя из этого выражения, мы можем сказать, что сила t равняется Mg. По сути, да, все же находится в статичном состоянии. Нет никакого ускорения. Сила, которая действует вверх, должна, значит, равняться силе, которая действует вниз. Здесь у нас сила 20 ньютонов. И, значит, момент по, момент против, момент по это Mg умножить на сколько? Плечо нужно искать от точки вот O. Соответственно, давайте обозначим, что вот это вот расстояние будет, ну, пускай если это L, то здесь будет 4L, насколько я вижу. То есть умножается на 4L. Моменты против часовой стрелки, то есть вот эта вот сила, которая создает. Здесь у нас расстояние от точки O 2L. Видите, да? Вот оно, 2L. Соответственно, получается F умножить на 2L. Смотрите, L-ки-то у нас сокращаются. Двойка и четверка здесь остаются. Но хотя их тоже можно немножко сократить. 2, 4, здесь получится 2. Получается, что сила F, мы знаем, а нам нужно найти что? Массу. Масса у нас получается сила F поделить на 2G. Получается 20 поделить на 20 равняется 1 кг. Вот таким вот образом мы, соответственно, решили эту задачку. Задачка у нас на статику, она очень часто попадается как раз в третьем номере. Очень часто ее там дают, как раз в работу с плечами. Единственное, что не такой рисунок может быть. Я сейчас даже покажу, какой может быть. Там может быть, соответственно, вот такой вот рисунок, где какой-то человечек несет за пазухой какой-то, соответственно, мешочек. И спрашивают. Вот сюда он прикладывает, соответственно, некоторую силу, направленную вниз. И спрашивают, какой, соответственно, груз, какой массы он несет. Если известно вот это вот расстояние, известно вот это вот расстояние. Очень интересные на самом деле задачки, очень простые. А эта задачка чуть посложнее, потому что здесь есть вот такой вот неподвижный блок. Ну еще раз хочу напомнить про свой телеграм-канал, где про это все рассказывается. Выходят нейроны. Это небольшие, соответственно, аспекты, точнее аспекты, а небольшие выкладки теории, для которых 100% вам может попасться на экзамене. Они выходят раз в неделю. Обязательно подписывайтесь. Читайте предыдущие нейроны по хэштегу нейрон и изучайте новые. И я уверяю, что подготовка по физике у вас пойдет в гору, и вам будет кайфово заниматься этим предметом. А у меня на этом все. Большое спасибо вам за то, что досмотрели это видео до конца. Всем пока-пока.